Доброго времени суток! На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. В этом уроке я буду работать вот с этой фотографией. При взгляде на нее так и хочется сделать вот этот лед, снег, вот эти сосульки более контрастными, объемными, получить какое-то разнообразие оттенков. У нас сейчас снег выглядит сплошным пятном. Давайте попробуем это сделать без всяких масок. Я буду использовать каналы. Зайду в палитру каналы и посмотрим. В синем канале у нас снег не имеет никаких деталей, в зеленом детали появляются, а в красном у нас снег и лед выглядят наиболее предпочтительнее, так как имеет очень много деталей. Здесь мы имеем хорошую детализацию. Вот этот канал мы с вами будем использовать. Я нажму сочетание клавиш Ctrl-A и Ctrl-C. Скопирую канал в буфер обмена. Переключусь на канал RGB и перейду в палитру слои. Нажму сочетание клавиш Ctrl-V. Теперь вставлю канал на новый слой. Одновременно у нас и снялось выделение. Сверху у нас красный канал, а снизу исходная картинка. Теперь я добавлю корректирующий слой кривые и немножечко доработаю вот этот снег и лед. Включу инструмент целенаправленной коррекции. Это вот эта рука с двунаправленной стрелкой. Наведу курсор мыши на лед и снег и посмотрю, где находятся у нас на кривой эти участки. Как я предполагал, здесь у нас вот такой здесь горб высокий. Это означает, что этих пикселов здесь больше всего. На этой картинке больше всего снега и льда. Соответственно, этот пик-то, в принципе, и есть вот этот лед. Но мы дополнительно еще должны в этом убедиться. Поводим курсор мыши и видим действительно, что у нас кружочек бегает действительно по этому холму. Я возьму и подниму немножко контраст этой части снимка, то есть льда и снега. Вот таким образом. Вот так у нас было, вот так у нас стало. Свернем палитру «Свойства». Верхний слой у меня активен. Удерживая клавишу «Shift» или «Control», разницы нет, я щелкаю по слою «1», где у нас находится красный канал. Выделены оба слоя. Нажимаю сочетание клавиш «Control» и у нас создалась группа «1». Для этой группы я устанавливаю режим наложения «Яркость». Вам не видно, но сейчас вы этот режим увидели. Вот он, яркость. Посмотрим, что у нас получилось. Вот такая картинка у нас была в виде пятна из снега. Вот такую детализированную, объемную картинку мы с вами получили. Все вроде бы отлично, но посмотрите на нашего скалолаза. Вот такой он был, вот такой он стал. К сожалению, цвет одежды у нас совершенно потерялся. Как нам решить эту проблему? Эту проблему мы с вами решим также с помощью режимов наложения. Я сделаю активным фоновый слой. Нажму сочетание клавиш «Control», «J». У меня создался слой под названием «Фон копия». Этот слой я перемещаю на самый верх, нажимаю сочетание клавиш «Shift», «Control», «Квадратная закрывающая скобка». Слой переместился наверх и мы с вами получили исходную картинку. Вот такая картинка у нас была. Такую же картинку мы с вами и получили. Это естественно, потому что мы с вами разместили на самом верху слоев нашу исходную картинку, вернее, ее копию, чтобы вернуть нашу коррекцию по снегу-льду. Для этого слоя я устанавливаю режим наложения «Затемнение». Смотрим, что получилось. Отключаю видимость этого слоя. Вы видите, что на этом слое у нас одежда скалолаза пришла в исходное состояние. Давайте посмотрим нашу исходную картинку. Вот исходная картинка, вот наша картинка после коррекции. Мы с вами добились того, что и хотели. Мы с вами сделали этот снег, лед и сосульки более объемными и контрастными. Если вам не очень нравится результат в некоторых моментах, это легко подправить. К примеру, сделаем активную группу 1 и можем уменьшить немножко непрозрачность. Вернуть часть исходной картинки, к примеру, вот так вот. Или раскрыть эту группу, перейти на палитру «Свойства», где у нас кривые и опять каким-то образом подрегулировать наши кривые, сделать или более контрастным или менее контрастным, как вам удобно. Свернем палитру «Свойства» и давайте еще чуть-чуть подправим нашу картинку. Мне кажется, что снег получился слишком синим. Свернем группу 1, чтобы она нам не мешала, сделаем активным верхний слой «Фон копия», добавим корректирующий слой «Кривые». Передвинем палитру «Свойства», чтобы она не мешала. Удерживая клавишу «Альт», я щелкаю по белому ползунку и передвигаю его влево. Нахожу момент, когда у нас появляются белые области, отпускаю «Альт» и кнопку мыши, выбираю белую пипетку и щелкаю по белой области, к примеру, вот в этом месте. Щелкаем. Теперь я делаю то же самое с черным ползунком. Удерживая «Альт», передвигаю черный ползунок вправо до появления черных областей. И вот они у нас уже появились. Делаю активной черную пипетку и щелкаю по черной области. Вот таким образом свернем палитру «Свойства». Посмотрим. Вот так у нас было. Вот так у нас стало. Синий оттенок ушел. Мы с вами сделали картинку полноконтрастной и заодно устранили вот такой вот синий неприятный оттенок. Еще раз посмотрим на исходную фотографию и на наш результат. Вот такая картинка у нас была. Вот такую картинку мы с вами получили. Посмотрите, какая огромная разница. А когда я только открыл эту картинку в фотошопе, поначалу, она мне, в принципе, казалась даже совсем неплохой. Но после небольшой коррекции, буквально несколько действий, мы с вами получили вот такой вот замечательный результат. На этом урок окончен. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег и сайт «Фотошоп Сундучок».